Леди Эстер была необычная женщина своего времени, ведь в 19 веке женщины были скованы корсетами, условностями, а она была свободная и путешествовала одна по Ближнему Востоку, авантюристка. Вот ее история. Леди Эстер Стэнхоуп родилась 12 марта 1776 года. Она была старшим ребенком третьего графа Чарльза Стэнхоупа от его первой жены, леди Эстер Питт. Ее семья считалась для того времени очень современной. Ее отец увлекался идеями французской революции. Он преуспел как изобретатель и мыслил очень либерально. После ранней смерти матери и второго брака отца вместе с сестрами Эстер росла на попечении слуг вдали от родных в Чивнинге. Младшие сестры Эстер вышли замуж, а она в 1800 году стала жить у своей бабушки графини Чатам в Сомерсете, а после ее смерти с 1803 года в доме дяди Уильяма Пита в Лондоне. С дядей Эстер повезло. Он оказался премьер-министром Великобритании. Питт никогда не был женат, но ему необходима была хозяйка дома. Леди Эстер сидела во главе стола, помогала дяде приветствовать его гостей. Вела светские беседы и вскоре она прославилась не только благодаря своей красоте, но и искусству поддерживать интересную беседу. Но гостей иногда смущала деспотичность девушки. Было заметно, что по-настоящему Эстер уважала только дядю. Вскоре леди Стэйон Хоуп выбилась секретарше премьер-министра. Неслыханная по тем временам карьера. Если, конечно, тебя нанимает не дядя. Однако Уильям Питт вскоре умер. Девушки назначили пенсию, но 30-летняя Эстер должна была скорее выйти замуж в ее непрочном положении. Но у этой леди были другие представления о своей жизни. Она совершенно не собиралась выходить замуж и отправилась в путешествие на восток. В этом путешествии среди окружения леди Эстер был ее врач, а поздней биограф Чарльз Мэрион, служанка и Майкл Брюс, ее любовник. В Греции она постречалась с молодым лордом Байроном. Поговаривали, будто лорд Байрон бросился в воду, чтобы первым представиться знаменитой англичанке. Но на деле поэт оставил о ней не самые лестные воспоминания. Он нашел ее очень странной и неженственной особой. Оттуда путешественники отплыли в Константинополь, а после в Каир. У берегов Египта из-за кораблекрушения они потеряли почти все свое имущество. На суше Эстер Стэнхоуп предложили облачиться в Паранджу, но она отказалась. Женщина выбрала для себя более удобный наряд. Оделась в мужской халат из пурпурного бархата, вышитые штаны, жилет, меч и тюрбан. Затем она продолжила свое путешествие по Ближнему Востоку. Эстер посетила за два года Гибралтар, Мальту, Ионические острова, Палестину, Ливан, Сирию. В Иерусалиме очистили от посетителей храм гроба Господня и открыли снова в ее честь. Поговаривали, гадалка предсказала Эстер, что она станет невестой нового мессии. Эстер решила посетить Пальмиру, хотя путь туда пролегал по пустыне через самый страшный бедуинский лагерь. Леди Стэнхоуп оделась как бедуин и взяла с собой карабан из 22 верблюдов, которые везли ее багаж. Эмир Маханнах-эль-Фадель принял бесстрашную женщину. И с тех пор местные жители называли ее королевой Эстер или королевой пустыни. Ходили слухи, что леди Эстер завладела средневековым итальянским манускриптом – копией с записей какого-то монастыря в Сирии. Согласно этому документу, огромный клад был сокрыт под развалинами мечети в портовом городе Ашкелоне, который 600 лет лежал в руинах. В 1815 году, воспользовавшись этой картой, Эстер отправился в Ашкелон и убедила власти разрешить ей провести раскопки – первые археологические раскопки в Палестине. Клад в 3 миллиона золотых монет она не нашла, но рабочие выкопали безголовую мраморную статую в 7 футов высотой. Статую Эстер приказала разбить на тысячу кусков и выбросить в море. Впоследствии леди Эстер поселилась недалеко от ливанского города Сидон, на Средиземноморском побережье, и жила в заброшенных монастырях уединенно. Спутники Эстер оставались с нею в течение некоторого времени. Служанка умерла в 1828 году, а в 1831 году доктор Мэрион вернулся в Англию. Леди Стэн Хоуп переехала в отдаленный монастырь в Джуне, восьми милях от Сидона, и сделала его своей резиденцией. Там Эстер ходила в восточном костюме, участвовала в политической жизни страны и имела огромное влияние на местное население, за что получила имя царицы Тадмор. В последние годы жизни леди Эстер стала отшельницей. Почти никого не принимала. Пользуясь ее немощностью, слуги обкрадывали ее. Она целиком зависела от них. К моменту своей смерти она обнищала, оставив после себя 200 тысяч пиастров долго. Похоронена Эстер в монастыре Мар-Элиас. Спустя несколько лет в 1846 году доктор Мэрион опубликовал три тома «Воспоминания о леди Эстер Стэн Хоуп», а в следующем году он издал еще три тома «Путешествие леди Эстер Стэн Хоуп». Несколько фактов о королеве пустыни. Эстер курила на ргиле, подобие кальяна. С сослугами она обращалась, как восточный деспот. Малейшая провинность и бамбуковая трость в руках королевы обрушивалась на спину несчастного. Но, несмотря на это, Эстер любила животных, лошадей и кошек. Любила кататься по пустыне. Женщина, жившая столь свободно и экзотично, была непригодна для британской знати. Многие завидовали Эстер и ее независимости. Встречи с королевой пустыней искали многие европейские путешественники. Она принимала гостей лишь в исключительных случаях и при соблюдении церемониала. Пустыня в тусклом жарком свете. За ней розовая мгла. Там минареты и мечети, их расписные купола. Там шум реки, базар под сводом, сон переулков, тень садов. И засыхая пахнут медом на кровлях лепестки цветов.